В Минске сегодня после небольшого перерыва возобновилась работа контактной группы по Украине. В конце августа стороны главной целью поставили прекращение огня к началу учебного года. В зоне конфликта действительно стало спокойнее и дети в Донбассе смогли сесть за парты практически без обстрелов. Что именно обсуждают сегодня и в каком составе узнаем прямо сейчас. В Минске работает наш корреспондент Олег Шишкин. Олег, ждем от вас подробностей. Олег Шишкин Олег Шишкин Устойчивое затишье неделя прошла на редкость спокойно. То, что обстрелы прекратились, подтверждают и ополченцы, и официальные Киев, и представители наблюдателей ОБСЕ. Во время предыдущих встреч в Минске стороны так и не смогли согласовать текст документа об отводе вооружений калибром менее 100 мм. Это часть артиллерии, танки и минометы. Скорее всего, эта тема сейчас и основная на переговорах в Минске. Ранее представители самопровозглашенных республик заявляли, что подписание документа срывалось из-за позиции украинской делегации, которая то и дело предъявляла претензии к уже готовому тексту. Между тем, агентство сегодня цитировали слова неназванного источника, близкого к переговорному процессу. Якобы текст документа предварительно согласован, и при этом учтены пожелания всех сторон. То, что подписание может состояться сегодня, не исключает в Донецке и Луганске. Есть большая надежда на то, что в подгруппе по безопасности будет поставлена точка с документом по отводу вооружения калибром до 100 мм. Это будет очень серьезным шагом в сторону окончания войны. Надеемся на конкретный результат. Тянуть дальше некуда. Необходимо отводить как можно скорее. Нет смысла покидать Минск до тех пор, пока документ не будет парафирован. В целом, повестка принципиально не изменилась. Стороны обсуждают вопрос об особом статусе для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и конституционную реформу, и проведение местных выборов, и снятие экономической блокады. Отдельная тема, обмен пленными по формуле всех на всех. В общем, нерешенных проблем много, но удастся ли сегодня астроном прийти к какому-то компромиссу, уже будет ясно после завершения переговоров, когда это состоится. Неизвестно. Встреча может закончиться и в ближайшее время, а может затянуться и до поздней ночи. Елена. Спасибо, Олег. На прямой связи из Минска, где сегодня снова собралась контактная группа по решению украинского кризиса, был наш корреспондент Олег Шишкин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok